Отправной точкой нашего рейда стал учебный комплекс авторской физико-математической школы лицея номер 61. Это не просто школа, это настоящий учебный комплекс. Здесь воспитываются и обучаются дети с пяти лет. Качественный забор, зелёная территория, современная спортплощадка. Всё это построено на средства пришкольного общественного фонда. Также за счёт родителей приобретался необходимый учебный инвентарь, информационные баннеры, журналы и даже мел. Финансирования государства, к сожалению, хватает только на зарплату учителей и части оплаты коммунальных услуг. Вступление в это общественное объединение, как и везде, как и в уставе написано, добровольное. Добровольное. Все остальные сборы в школе, они как бы не должны быть. То есть учитель к родительским деньгам не прикасается. Если это прикасается, это нарушение. В данном случае мы принимаем жесткие меры, если это всплывает. В школе-гимназии номер 17 имени Пушкина тоже есть свой общественный фонд. На его средства в школу были закуплены проекторы, интерактивные доски. Все кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет. Установлена система видеонаблюдения. Износы существуют, и это правда. Собирается, получается, в течение финансового года. И данные средства расходуются на ремонт школы, на оснащение школы, на материально-техническое оснащение, на приобретение тех же самых канцелярских товаров. Государство также оказывает посильную поддержку школам страны. Половина бюджета города – это направляется на образование. Это порядка 4 миллиардов сомов ежегодно. Это оплата коммунальных услуг, это содержание зданий, это текущий ремонт, проведение ремонта, это заработная плата педагогов, оплата налогов, соответственно. Это питание детей. Детей с 1 по 4 класса, они получают питание, а также с 5 по 7 у нас получают питание социально-узвимые, это сироты, полусироты. Не руководство школы, не мэрия, мы не можем оказывать никакого влияния на членский взнос, на попечительские советы, на общественные фонды. Общественные фонды формируются со стороны родителей. А в 70-й школе столицы нет фиксированных сборов денег. Представитель пришкольного общественного фонда отмечает, что здесь рады любой помощи по принципу «кто сколько даст». Фонд школы также помогает своим ученикам в случае болезни или если ученик выезжает, например, на Олимпиаду. Также в школе функционирует бассейн, содержание которого также финансируется родителями. Благодаря этому бассейн не сдают в аренду. Иногда старается фонд средства аккумулировать, не выделяя денег на что-то срочное, но не такое важное. Но на такие, скажем так, цели, как капитальный ремонт здания, содержание бассейна, обновление материального фонда, материально-учебного фонда, на помощь. Отметим, что работа пришкольных фондов и объединений – это огромная помощь в развитии школ. Эта помощь из стороны родителей абсолютно добровольная, ведь ни гусорганы, ни директор и педагоги никак не могут повлиять на количество и периодичность денежных сборов. В свою очередь государство требует сохранения соцсправедливости и соцспокойствия в классах, чтобы каждый ребенок, независимо от материального состояния родителей, имел равный доступ к качественному и полноценному образованию.